Ребята, привет! Спасибо за то, что пришли к нам в студию, нашли время. Сегодня мы поговорим о Евровидении и о вашем творчестве. И впервые, когда я увидела список претендентов, которые хотят участвовать в национальном отборе конкурса Евровидения, собственно говоря, уже участвуют в полуфинале, я удивилась, наверное, в первую очередь появлению вашему. Объясню почему. Потому что вы популярная группа, вы в украинском шоу-бизнесе очень давно. Но, как правило, на Евровидении идут молодые артисты, которые хотят себя проявить, которые хотят, чтобы о них говорили. По крайней мере, хотя бы в эти полтора месяца, когда идет конкурс Евровидения. Почему вы решили принять участие в этом конкурсе? Ну, во-первых, радушное, очень радушное приглашение было. То есть нас пригласил Константин Меладзе. И в такой очень дружеской беседе, парни, вот вы видели? Мы говорим, да, мы видели. Вот мы говорили, имели в виду прошлогодний отбор, и мы следили, я за этим следил. Почему? Потому что я сам, я, конкурс Евровидения, мы оба относились достаточно, ну, скептически в свое время. Единственное, что группа Лорди, вот эти финны брутальные, они как-то изменили. Что-то стало понятно, что среди всей этой курьезности может быть еще и вот такая курьезность. То есть, вот. А следили мы в прошлом году, почему? Ты щелкаешь, и ты смотришь, картинка хорошая, артисты хорошие. Так сказать, что молодые, там были Сансей. На самом деле, ведь артист, который будет представлен на Евровидении, это, в принципе, визитная карточка качественной, какой-то качественной музыки. Да, учитывая, что, в принципе, не секрет, что раньше назывался конкурс домохозяек, да, в Евровидении. Поэтому, ну, как минимум, однозначно сейчас возраст стал моложе, в среднем, но домохозяйки никуда не делись. Мало того, это кастом. Да, это раз. Со-вторых, ну, мы чувствуем в себе силы, мы выпустили отличный альбом What the Fuck под названием в прошлом году и решили, что вот эта музыка, которую мы сейчас делаем, она очень современная и, скажем, очень конкурентная на европейском и американском рынке. А мне кажется, что это самое главное. То есть, вкладывать в идею музыки именно музыку, а не, в принципе, общую вот эту нашу концепцию, как многие встречаешь в интернете, что разве это может быть лицом вот ныньки, которая вот сейчас вот то, что происходит, нам нужна такая песня. Мне кажется, что нам нужно быть конкурентными. Вот это первое, что мы должны выйти и показать, что в Украине есть музыка, а она реально есть. И более конкурентная, например, уверенность, чем в Венгрии, Польше, Румынии. А вы смотрели вообще конкурс Евровидения последние, там, например, пять лет? Ну, пять, может, нет, а последние два, да. Да, смотрели, да? Кто вам больше из артистов нравится? Может, кого-то вы запомнили и хотите ответить? Я вот не помню название группы, мне очень грузины понравились в прошлом году. Группа выступала, я сначала думала, это британцы какие-то, британцы были намного хуже. Вышла очень стильная группа, парни хорошо выглядят, хорошая музыка. Ну, и вообще в Евровидении это несколько не совсем прям вот конкурс Шлягера. То есть это такое, как бы, впечатление. Конкурс презентации каких-то даже. Да, конкурс презентации, конкурс шоу, конкурс впечатления, которое ты можешь произвести за три минуты. Путем разных, разных, как бы, манипуляций. Просто как творческий человек, я понимаю, что это интересно. Ну, и никак не могу понять, все-таки ответить на вопрос, почему. Да как почему? У нас появилась возможность донести наш материал до гибропейцев. Например, вот еще мы не выступали, а только выложили песню, или даже назовем это демо песни, которую мы собираемся представить, да? И уже ее слушают как конкурентам в Болгарии, в Венгрии, в Чехии, в Англии, в Испании. Кстати, у меня сразу вопрос, о чем ваша песня? Что вы хотите донести зрителю? Песня называется «Future is now». «Future now» в принципе все очень просто. Будущее здесь и сейчас. С тобой или без тебя. Она наступила. Кто автор песни? Музыка. Андрюха напаковал фонограмму. Ну, не фонограмму, скажем, минус этой песни. Мы вместе подумали над мелодическим наполнением. Там придумал Андрюха конву. Я уже дома доработал всю, там рэп-часть. Там была... И текст нам помогал написать наш большой друг Сергей Корзаченко. Его зовут. В околомузыкальных кругах известен под псевдонимом «Профессор». Готовы вы удивить и показать что-то другое? Того, чего не видели от группы «Грин Грей»? Конечно. Ну, вообще, никто никогда не видел и не ждет от группы «Грин Грей» прямо с каждого альбома. Это наша, в принципе, с Муриком технология. То есть мы каждый альбом делаем абсолютно в неожиданном стиле. И именно в тех форматных течениях, которые на сегодняшний день являются мульмстрином молодежного звучания и вот этой энергетики. Вот молодежная, да? Ну, и рок-н-ролльная, естественно, энергетика, как микс вот этого всего. Ну, то есть вот в этом-то есть урбанистика. Мало того, вот эта песня, которую «Фьючеры» знал, мы представляем на Евровидении, на отборочных турах, она не вошла в наш альбом «Вэтафак», который вошел в прошлом альбоме, потому что была слишком крутая. То есть для восприятия… Мы хотели те хиты как-то все-таки, чтобы они продавили ситуацию. Да, чтобы они как-то более-менее на радио еще могли как-то попасть, там еще что-то там как-то воспитать, подтянули, подтянуть. В принципе, мы занимаемся воспитательной работой. Мы пишем музыку, а только через там 3-4 года людям она доходит, что мы имели в виду. То вот эта песня была максимально уже даже оторванная в будущее. И вот мы, когда обратили внимание на Евровидение, сразу поняли, что вот именно вот эта песня и поедет туда. Еще полгода назад где-то, когда мы записали англоязычную версию нашей уже бывалой песни, которую очень многие знают и любят «Депрессивный листопад», мы «Ukrainian Hurricane» сделали песню. Ну вот, у меня уже тогда была мысль, а что если Константину показать, поскольку я понимал, что он в этом году тоже. Потом я вспомнил, что там же по правилам песня не должна звучать перед этим. Поэтому как бы эта уже мысль где-то крутилась, а потом она вот спустя какое-то время, после вот того, как мы созвонились, встретились, и вдруг оно, вот пазл соединился. Что Константин Меладзе сказал, когда он услышал впервые вашу песню? Ну, давайте, мы будем сдержаны. Он нам ничего не сказал, только он, во-первых, член жюри, и как бы говорить нам тоже, думаю, что это не та ситуация, как бы анализировать, он проанализирует ее сидя в зале. Но, в принципе, он в нас верит, считает, что мы в форме, мы и сами это знаем. То есть, по большому счету, это хорошая возможность и для тех наших фанатов и поклонников, которые были в 90-е годы. Сейчас многие появляются, о, ребята, вы едете на Евровидение. Я говорю, подождите, еще не едем. Вот с вашей помощью мы, как раз, возможно, и поедем на Евровидение. Поэтому обращаемся к всем нашим поклонникам, которые окружали. Каждый, кто у нас взял актограф или сделал селфи с нами. С нами есть фотографии за все эти 23 года существования. И не только электронные современные, но еще и те аналоговые. Конечно, молодежь крутая с нами. То есть, тут есть с кем конкурировать. Есть списки, ребята, которые там половина списка. Мне просто даже нравится. Кто? И Мурику. Мне нравится там рок-составляющая, например. Это Detach, Torvald, хорошие группы. Там половина из артистов рассчитывают на лирику. Такую инди-лирику. И это клево очень на концертах и все такое. Но в данном случае, например, я считаю, что тут должно быть какое-то мощное пробивное выступление, где там на километры взрывная волна. Это же амплуа, в принципе. Да, мы все-таки любим, чтобы это был все-таки удар определенный. В хорошем смысле этого слова. Поэтому, собственно говоря, тут артист и должен показать свой амплуа. В принципе. Ну и класс, что это лайк. То есть еще можно посмотреть, как кто из певцов работает вживую, и у кого какой опыт, и как кто умеет работать. Да, и тут один дубль. Потом опять же тоже интерес. Так ты можешь в ходе там большого концерта там что-то смазывать, а тут все. Король или одет, или король гол. Ребят, после победы Джималы в прошлом году, естественно, это было триумфально, и никто этого не ожидал, помню по себе. За нами будет следить европейская пресса. Это даже уже следит. Букмекеры, естественно. Зрители, которые будут оценивать, какое мы организуем шоу. Это в первую очередь. И, естественно, главное, кто нас будет представлять. Готовы ли вы сломать стереотипы и попытаться выиграть второй конкурс подряд? Готовы ли, прежде всего, Украина сломать стереотипы и дать нам путевку для того, чтобы мы смогли сломать стереотипы европейские? Тут все должно быть органично. Когда мы получим поддержку Украины, то, уверяю вас, с этой энергетикой мощнейшей можно выиграть, вернуть любые горы. Следите за участниками других стран. Еще есть такая информация, что вот эти трансляции, они уже куплены за границей. Вот этот наш отборочный тур хотят посмотреть люди уже. То есть к нему повышенная жена. Мы качественно, судя по всему, все равно будем сильнее, потому что мы не подходим к этому, как мы. Это наша страна, то есть наш сегмент. Не как конкурс у художественной самодеятельности, как это зачастую происходит у наших европейских, скажем так, коллег. У нас тут все реально серьезно. Украинцы и Украина сама по себе очень талантливы. И это банальное, конечно, изречение, но в данном случае оно будет очень в точку, потому как все знают, и в России все знают, и в Польше, и в Венгрии. Понимаете, что там тоже следят за нами всеми, но все знают, что у нас в Украине именно очень талантлива. Есть какая-то энергетическая связь с космосом, какой-то столб. Музыкально мы уже давно стали Европой. Вот это я могу точно. То есть если бы вот, я может и повторюсь, но если бы вот у нас все развивались в другие области, вот так как этот сегмент шоу-индустрии, называемый Евровидением украинским вот именно, ну, жили бы в процветающей стране. Будете смотреть национальные отборы, вот первый, второй год? Конечно. Да. Да? Голосовать, может, за кого-то будете? Ну, если не будем на работе, потому что как раз в это время мы тоже... Ну, думаю, что голосовать не будем. Не будем? Нет, не будем. А за себя? За себя будем. О, это не точнее. Там уже заряжены все родственники тети, дяди, шурины, гейвери. Все уже... То есть уже все предупреждены. Как проходит подготовка к Евровидению сейчас? Готовимся. Вот буквально вчера были на репетиции, сегодня с самого утра ходим по интервью, ну, доносим до наших поклонников, что мы собрались на Евровидение. Переедем на другую репетиционную базу с зеркалами, чтобы все друг друга видели. Да, ну, то есть вообще занимаемся всем, вот тем, чем можно. То есть от body language до заканчивая уже имиджевыми вещами. Уже подтягиваем английский язык, и так дальше. Занимаемся спортом. Ребят, мы уже с вами говорили о том, что Евровидение это в первую очередь шоу, естественно, музыка, естественно, это качество, то, как артист выступает, профессионализм. На что вы ставите в первую очередь ставку, чтобы показать европейскому зрителю на сцене? Мы хотим яркий, комплексный, яркий, мощный номер. Чтобы это все... Не выделяя какую-то... Все важно. Все важно. Ну, вот от кроссовок и заканчивая 3D-маппингом, если он будет, я еще не знаю. Это еще все... Или там светом и пиротехникой. Все важно. Тут важна каждая деталь, потому что, по черту, это одна песня. Это небольшая программа, где ты можешь там... Ну, там, динамика как-то может меняться, а тут динамика должна быть одна. Ох! Ну, наши обоймы, конечно, интересные. У нас оторвальд с нами. Так что будет такая... Будем драться. Будем драться. Будем драться. Ребята, какими качествами должен обладать артист для того, чтобы обрести популярность? Любить свое дело, прежде всего. Ну, и самый главный процесс. Я часто повторяю эту фразу. Это Дженнифер Лопес сказал, ее преподаватель по танцам. Говорит, если ты думаешь о том, что тебе это принесет, и что тебе за это будет, бросай. Важен процесс. Вот именно процесс, вот, ну, я думаю, что я, как бы, достаточно... Ну, и, конечно, вера в себя. И плюс еще, естественно, менеджмент. То есть люди, которые в тебя проверят. Это важно. То есть, ну, например, если ты в себя веришь, да, и веришь в свой материал, в свои песни, в свой талант, да, то, по идее, вернее, 100%, вокруг тебя начинают находиться люди, которые тоже со своим талантом, помогают тебе развить свой, ну, вот этот вот музыкальный продукт. В Украине тяжело обрести популярность? Ну, думаю, что гораздо легче, чем в любой стране мира. Честно говоря, попроще, потому что у нас все-таки, так или иначе, мы молодая страна, и у нас все в периоде формирования. Мы от олигархического шоу-бизнеса теперь переходим к нормальному шоу-бизнесу. К Ренессансу. К Ренессансу, да. Когда действительно важно, сколько ты продашь билетов, сколько, как тебе купят люди. Вы старожилы нашего шоу-бизнеса, это всем известно, всем ясно, но у меня такой вопрос возник, помогаете ли вы молодым рок-группам? Всю жизнь, хотя это неблагодарное дело, ну, в каком смысле, мы их и продюсировали, эти молодые группы, но в этот момент, когда их начинаешь продюсировать, они расслабляются уже максимально, ну, то есть они уже считают и думают, что за них уже будет все остальное делать и не несут свой рок-н-ролл в массу. Одевают тапочки и уже такие. Мы делали фестивали для молодых групп, вот Summer Sound, Rock Forum, на берегу моря, даже собирали специалистов, чтобы группы могли приехать на море, послушать какие-то лекции от продюсеров телеканала, в радиостанции, чтобы радио могло объяснить, почему они не берут в ротацию их песни, там, телек мог бы объяснить. Тяжело заниматься продюсированием молодых продюсов? Продюсированием очень тяжело, а джемы делать очень легко, потому что это в кайф, ну, то есть, сам приходишь каждый понедельник, раньше они у тебя дома все висели, и потом после этого нужно было убирать. И если продюсирование в привычном, скажем таком, прозападном его смысле, это достаточно легко. У нас просто в наших реалиях это упирается в очень многие административные, финансовые. Сейчас роковая музыка, скажем так, она популярна в Украине, либо, опять-таки, молодому артисту тяжело найти себя у нас в стране? Опять же, зависит от того, насколько он донес, и насколько это действительно нужно. Ну, мне кажется, рок собирает больше. Очень популярно. Гораздо больше. Не дошло, а просто гораздо, гораздо, гораздо больше. У вас есть какие-то ориентиры в музыке? Возможно, у вас есть какие-то, в 20 веке, там, скажем так, кумиры какие-то у вас были, и вот вы на них ориентируетесь? Ну, хочется... Есть уважаемые какие-то... Да, есть уважаемые люди, они всем известны. Да их много. Оззи Уозборн, Роллинг Стоун, Сайра Смит, Металлика. То есть, это все та же классика, как и Майкл Джексон, как и Джордж Майкл. Да и Кристина Агилера. Что ты скажешь? Человек открывает, как ты слышишь, как оно поет, ты понял. То есть, на самом-то деле, они все рокеры. Давайте все-таки вернемся к Евровидению. И у меня такой вопрос. Как вы думаете, какой должна быть песня для того, чтобы выиграть этот конкурс? Это не шлягер, который крутится на радио, да? В виде примера приведу нашу любимую певицу Джамалу, всеми любимыми нами, да? Где, в принципе, песня серьезная, да? Если бы каждого из нас она пролетела бы где-то мимо, вряд ли бы кто-то там поставил бы на то, что эта песня будет хитом радиостанции на ближайший год. Но изначально, я помню, в прошлом году, когда она только выиграла, многие артисты, даже украинские, говорили, что это не будет хит. Мы хотим победить страной или мы хотим эту песню себе в плейлист? Если в плейлист, то уже есть у каждого возможности у каждого артиста взять себе в плейлист эту песню. А теперь наша задача с Муриком доказать, что наше образование, которое мы собираемся сделать, куда включается и идеология о будущем и что Украина находится в будущем. И вот на это нужно ставить, ни на что другое. Полуфиналисты, которые сейчас находятся вместе с вами в одном, скажем так, в списке и тоже участвуют, они к вам за каким-то советом обращались? Нет, они нас боятся. Да, есть такая, да. Мы такие, в принципе, я понимаю, мы такие, сидят два, такие, как сокала. Ну, я понимаю, то есть, ну, никуда не деть вот эти вот, то, что называется, то, что есть. Мы им всем желаем удачи. То есть, это все милые ребята и девчонки очень. Мало того, они уже многого достигли, раз они уже в национальном отборе участвуют, борются, каждый из них уже профессионал, у каждого из них есть менеджмент, продюсер, то с ним все будет хорошо. У меня такие для вас, для вас три блиц вопросика, на которые я бы хотела, чтобы вы быстренько ответили. Конкурс Евровидения, это политический конкурс, да или нет? Для нас нет. Для нас нет. Ну, вообще, в принципе, да, но мы почувствовали тенденцию изменения. Поэтому мы здесь. Вот если бы этого изменения мы не почувствовали, то у нас бы здесь не было. Изменения какого-то? Изменения, что он перестает быть политическим. Окей. Евровидение для вас это возможность? Продолжите. Познакомить большую европейскую аудиторию со своей музыкой. Если бы вы не были участниками этого национального отбора, за кого бы вы отдали свой голос? Ну, только не надо поющие трусы. Я тоже, девчонок, люблю. Да много нет, на самом деле, не знаю. Я бы смотрел. Смотрел бы, естественно. Это смотреть. Наши зрители в инстаграме задавали нам вопросы в прямом эфире нашей прекрасной группе Дизель, прекрасной группе Грин Грей Дизелю и Мурику. И вот первый вопрос от нашего зрителя. Как вы относитесь к жюри конкурсу национального отбора Евровидения 2017? Не знаю, правда, кто задает этот вопрос. Серьезно относимся. И еще такой интересный вопрос. Если бы во время выступления у вас отключился бы микрофон, что бы вы делали? У нас такое было один раз в 90-е годы. И что? И не в нашей стране. И не в нашей стране. И не в нашей стране. Да, ничего, отыграли. А думали, что я танцор. Отыграли, играют с хорошей группой и танцор такой, говорит, бодренький. Не, ну там все-таки включили микрофон. Было такое. А я перемещаю, яркая рубашка такая. Ну, там стадион было, куча людей и там никто меня особенно не видел. Звукорежиссер был из, ну, из другой, из морального кодекса мы друга пригласили. У нас наш отстал от самолета или, ну, неважно. Ну, вот. Но он не совсем понял ситуацию. Думал, что я просто MC такой танцующий. И он просто не ввел микрофон. А я потом слышал просто дело. Тут одна группа выступала. Такой брейкбит. Какой-то танцор у них там такой интересный. Я понял, что танцор это я. То есть, значит, будет танцевать. Если коротко петь. Да, да. Да, вот он танцор. Танцевать будет. Ну, и заканчивая наше интервью, я всем артистам, даже это не вопрос, а просьба, а готовы ли вы сейчас спеть свою конкурсную песню, которую представляете на Евровидении? Ну, прям так, чтобы спеть. Нет, но вот... А, нет, что я... So what, come on, я могу. Может, да. Да. Future is now, future is all. So what, come on! We know without you. У-у-у! Продолжение следует... Продолжение следует...